Вопросы профилактики незаконного оборота наркотиков обсудили в Гродненском областном институте развития образования. Несмотря на то, что количество наркопреступлений в целом по стране сократилось, работа по профилактике не прекращается. Статистика показывает, правонарушителей среди подростков практически нет. В основном это совершеннолетние, которые решили заработать с помощью продажи наркотических средств. Нередко сбытчики, студенты колледжей и университетов. А места закладок самые неожиданные – детские площадки и территории школ. Назрела необходимость плотной работы с учителями и преподавателями. Профилактические беседы проходят в университетах с участием представителей ведомств по борьбе с наркопреступностью и судьями. Ужесточение законодательства, безусловно, сыграло свою роль. 5, 10, 15 лет лишения свободы. Реальные сроки, которые можно получить за желание легко и быстро заработать. Основная масса дел – это лица, которые занимаются незаконным приобретением. И это в ходе диспозиции в статье 328, часть 1. Основная масса для себя идет потребление. Само таковое потребление декриминализировано в этой части законодательства. Но изготовление и потребление незаконного оборота наркотических веществ предусмотрена санкцией статьи 328, часть 1. Незаконный оборот психотропных веществ тоже в центре внимания правоохранителей. Лекарства, которые содержат такие вещества, отпускаются только по рецепту. В судебной практике были дела, когда люди, которым выписывали эти препараты, вместо личного приема продавали их. По делам незаконного оборота психотропных веществ планируется проводить выездные судебные заседания в медицинском университете. Продолжение следует...